Приветствую вас дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Вы меня спрашиваете, куда ты пропала? Дорогие друзья, я действительно пропала. Пропала в своем процессе, пропала в своих фантазиях, просто пропала в шалях. Кто бы мог подумать, что я, которая вообще как-то холодно относилась раньше к шалям, вдруг ими заболела. Девочки, в полном смысле слова, я ими заболела. Не успела связаться шаль из ниточки от Ян Арт Флауэс, как я тут же приступила творить следующую шаль. Мои хорошие, вот эту шаль, которую я вязала из вот этой ниточки, красивейшей ниточки. Кстати, спонсором был магазин Мир Вышивки. Не забывайте, что у вас там есть 10% скидка с промокодом Ситникова. Я эту шаль выгулила и поняла, что мне срочно нужна другая такая же шаль, но только теплая. Вот сейчас ранняя осень только-только началась. На улице еще не холодно. И поскольку мы очень любим гулять в парках, как правило, уходим на целый день, где-то в обед и до самого вечера. И сейчас, если в обед выходишь еще солнышко и тепло, то к вечеру уже начинает холодать. Поэтому запасаемся теплыми вещами. И вот эта шаль, это просто как находка. Девочки, сколько взглядов я на себе словила. Но дело даже не в этом. Как комфортно, как уютно. Ее можно одевать и на голову, ее можно накидывать на плечи в разных вариациях. И она греет. Просто потрясающая ниточка. Я уже говорила, что я не люблю акрил. Здесь 55% хлопок и 45% акрил. Но не этот акрил. Это просто что-то невообразимое. Очень понравилась ниточка. Я хочу заказать такую же ниточку и связать платье. Но это будет потом. То, что я буду заказывать, это 100%. Возможно, в другом оттенке. Мне хочется навязать кучу таких шалей. В общем, рекомендую. Ну и выгуляв эту красивейшую шаль, и я поняла, что мне нужна такая же шаль, только теплая. И вот, мои хорошие, посмотрите, что я уже навязала. Ой, это даже не вязание. Это сложно назвать вязанием. Девочки, это рисунок. Это как художник рисует красками. Я рисовала ниточкой. Посмотрите на этот градиент. У меня же уже ниточки флауэс не было. Был всего один моточек, и он извязан. И я решила попробовать сама сделать градиент. Сейчас все расскажу об этом подробнее. И если вам нравится вот эта красота, вы это с легкостью можете сделать. Расскажу о ниточках и крючках. Значит, как вы видите, здесь используется моя любимая ниточка шелковый блеск и мохер. Чтобы эта шаль была теплой и комфортной, я решила ее утеплить. Вот еще один пример того, как ниточка шелковый блеск, которая позиционируется как летняя ниточка, легко превращается в зимнюю ниточку. Если добавить несколько сложений, а если еще добавить махер, это просто будет шикарная вещь. И вот для себя, что я еще открыла, что шали бывают разными. То есть, не обязательно, чтобы это была тоненькая ниточка. Здесь, сейчас расскажу о сложениях. Поверьте, шаль такая добротная. Шаль, ну такая шаль-шаль. То есть, она теплая, она комфортная. И может быть, этот узор потерянный во времени. Кстати, ссылочку я и под этим видео оставлю на источник. Я не устаю благодарить эту девушку, которая создала эту красоту. Вот, как бы, я тот человек, который практически никогда не повторяет вещи. Но, вот эта шаль, потерянная во времени, настолько меня поразила, что я, наверное, еще свяжу шали. Теперь я уже научилась сама делать градиент. И я именно такую шаль и свяжу. Вы думаете, я только на этом закончила свои эксперименты? Нет, мои хорошие. Я же еще начала одну шаль. И здесь Алиса, Троицкая Алиса. Вот она. Это полушерсть. Здесь 50 на 50 вискоза и полушерсть. И вот эта ниточка махеровая. Махер на нейлоне. Это здесь не шелк. Кстати, спонсором здесь являлся магазин Леонардо. Я все никак не доберусь до этого проекта. Уже пора, пора бы, как говорится, отдать должок этому магазину, который любезно предоставил эту пряжу на обзор. Но я погрязла в проектах. И, конечно же, все отдам, все расскажу, покажу, что связала. Но, короче, я начала вязать еще одну шаль. Но об этой шале я пока говорить не буду. Пока мы отложим это в сторону. А вот об этом градиенте и как я его вязала, мои хорошие, я вам сейчас все-все поведаю. Посмотрите, как красиво лежат эти две шали. Шаль из Янарт Флауэс, оттенок 268, полухлопок. И вот эта шаль, которая связана из шелкового блеска с добавлением кидмахера. Конечно же, я смотрела на градиент вот этой ниточки. Смотрела, какие здесь переходы. И потом сама делала этот градиент. А теперь посмотрите, мои хорошие, какая идея можно связать вот такой детский пледик. Из этой шали с легкостью при помощи вот этого мастер-класса можно связать плед. Только вязать, конечно же, четырехугольником. Посмотрите, какая красота получится. Немножко включить фантазию. И мне кажется, даже четырехугольник будет вязаться гораздо проще. То есть, делаем развороты на четырех углах и получаем вот такой плед. Маленький плед можно связать. Большой плед можно связать. Покрывало, конечно же, это будет дольше, но это будет неописуемая красота. Итак, мои хорошие, это моя шаль с моим, так скажем, градиентом и моей фантазией. Сейчас расскажу немножко о ней. Давайте посмотрим переход ниточки. Итак, вязалась эта шаль крючком пятерка и начиналась вязаться она в два сложения шелковый блеск белого цвета. Ой, сейчас дотянусь. Вот он. Это отбелка называется. Значит, ну просто белый цвет, отбелка. Наверное, 0,1. Нет, вот оттенок. 0,230. Вот начинала я с этого оттенка в два сложения и добавляла сюда кид мохер от BBB. У меня же остался, осталось, ну где-то вот целый моточек белого и еще совсем чуток, может быть, там грамм 5 было еще от моточка. Это то, что оставалось от проекта «Теплый снег». Это мохер от фирмы BBB Soft Dream. Filati Soft Dream. И значит, что я делала. Вот смешивала два сложения, ниточку шелковый блеск и этот мохер. И таким образом вязала вот где-то до... Вот вы видите здесь границу. Сейчас возьму указку, а то как-то неудобно показывать пальцем. Вот, мои хорошие, где-то вязала вот до этого момента. Что я сделала потом? Видите, какой плавный переход. Здесь я поменяла, то есть оставила ниточку ту же самую белую, но поменяла цвет мохера. У меня их два оттенка. То есть у меня оттенок вот такой молочный, вот он, и белый. И вот, если я вязала вот сюда белым оттенком и нить в два сложения шелковый блеск, то вот здесь уже я стала переходить на вот этот мохер молочного цвета. Оттенок здесь, сейчас скажу, это Drops. Кстати, ниточка Drops потрясающая во всех ее ракурсах. Я имею в виду и вот Drops Baby Merino я сейчас вяжу, и Puno я уже попробовала. Вот этот мохер, значит, оттенок, если кто захочет связать прям вот шаль один в один. Сейчас скажу оттенок. Так, вижу, вижу 25 грамм, вижу 210 метров 25 граммах, 75 махер, 25 шелк. Где же оттенок? Ага, вот оттенок 0,1. Это вот от фирмы Drops Macher. И вот провязав буквально здесь один рядочек с этим махером, я потом перешла на следующую ниточку. Вы спросите, а почему не связать шаль тоньше? Допустим, не два сложения взять, а одно сложение. Мои хорошие, если мы будем брать шелковый блеск в одно сложение плюс махер, у нас тогда вот здесь не будет, мы не сможем сделать вот эти вот красивейшие переходы. То есть у нас просто будут полоски разных цветов ниточек. А вот чтобы сделать переход, чтобы менять ниточку, конечно же, нам нужно несколько сложений. Не обязательно пряжу шелковый блеск использовать. Можно, конечно же, другую любую мягкую пряжу, которая вам нравится. И которая хорошо лежит вот, допустим, в этом рисунке. Купить несколько оттенков, сразу их продумать и сделать градиент. Ну, а поскольку у меня такие великолепные запасы пряжи шелковый блеск, я, конечно, использую то, что у меня есть. Итак, дальше перешла я. Смотрите, что я сделала. Сейчас покажу. Как только я закончила вязать белым цветом, я оставила ниточку в одно сложение белого цвета. Махер вот этого, уже молочного цвета у меня пошел. И взяла вот ниточку, по-моему, называется шампань. Тоже шелковая, шампанская, да, шампанская. Это оттенок, вот он, 1080. И у меня уже пошло опять две ниточки шелковый блеск, вот в таком составе. И вот этот махер, кидмахер. Таким образом, я провязала вот, смотрите, куда, вот сюда. И вот здесь уже буквально несколько рядочков. Я убрала белый шелковый блеск и оставила два сложения вот этого шампанского и, конечно же, кидмахер. Кидмахер практически всегда идет. Мы только меняем вот эти ниточки. Где я не пускала кидмахер, сейчас мы дойдем до этого. Провязав буквально один рядочек вот здесь, я перешла на оттенок вербан. Сейчас я вам его покажу. Вот он, этот оттенок, очень красивый оттенок. Опять же, шелковый блеск, оттенок 1638. Называется верба или верба. Вот вы видите. И тогда уже ушел белый цвет полностью отсюда. А добавились вот эти два оттенка. И повторюсь, кидмахер всегда. И вот он, этот цвет пошел. То есть, видите, да? Вот он, желтенький и оттенок верба. Вот эти два оттенка, этот плюс этот, дают нам вот такой какой-то, я бы сказала, такой золотистый цвет, взгляд с поволокой, как я говорю. И дальше я перешла полностью, убрала потом желтый оттенок и добавила два сложения вот этой вербы. Вот вы видите здесь. И уже перешла опять на белый махер. То есть, желтый убрала махер, добавила белый. И вот так вот, варьируя ниточками, вы можете вообще на свое усмотрение, как вам нравится градиент. Я, конечно, подсматривала, вот как идет в шале, да, у меня. И таким способом я вот работала здесь. А вот этот ряд, это вообще эксклюзивный ряд. Тут у меня, мои хорошие, если присмотреться, здесь я вяжу в одном ряду, значит, два сложения, вот этот оттенок верба и махер, белый махер. Но, как только я дохожу, повторюсь, это один ряд. Как только я дохожу до попкорна, я махер оставляю в стороне, вяжу попкорн, и потом опять присоединяю махер и вот эту вербу. И получается, смотрите, какая красота. То есть идет оттенок, идет, значит, вот этот вот с махером ряд и просто без махера, чтобы выделить. А вот этот ряд, здесь вообще нет махера. Вот это единственный ряд, чтобы выделить красивую такую полоску выпуклую, я вязала без махера. Не знаю, как оно пойдет дальше. Куда моя фантазия меня заведет, не знаю. И что хочу сказать. Либо я вот такое сочетание, белый, желтый и шоколадный, дает дальше нам, ну, как бы, фантазию, как закончить шаль. Можно повторить, как вот эта шаль. То есть взять голубой. Кстати, я еще вчера, еще нашла у себя остатки голубого. Такого цвета вообще сейчас нет в продаже. Это даже не голубой, а я бы сказала бирюзовый. Вот такой оттенок голубой сейчас есть в продаже, а вот этого оттенка нет. Так вот, мои хорошие, я сейчас стою на распутье. Или мне связать шаль вот такую, как у меня она есть, вот эта, да, либо продолжу вот это голубое и серый еще сюда, серый оттенок тоже добавлю, как вот в этой шале. Он, кстати, у меня есть в наличии. Вот он, этот оттенок. То есть закончить шаль, как вот здесь вот я делала первую свою шаль из ниточек флауэс. Ну, там, конечно же, они все были уже готовые, градиент. Так вот, либо дальше перейти на голубой, серый и бирюзовый, и закончить серым. Ну, вот прям аналог сделать, чтобы сестричка-близняшка была, ну, только теплая шаль. Либо, мои хорошие, смотрите, сколько вариантов существует при таком сочетании цвета. Я имею в виду начало, да? То есть можем пуститься и повторить голубой, серый, а можем, если есть цвета, во-первых, закончить горчичным, допустим. И вот такой еще оттеночек я нашла. Вот этого оттенка тоже нет сейчас в наличии вообще нигде. Я вот все думаю. Либо вот дальше вот этот ряд пойти и скомбинировать уже две ниточки вот этого кирпичного цвета. Даже не знаю оттенок, девочки, это вообще давным-давно купленный, сейчас такого нет в продаже. То есть, что дальше сделать? Опять махер, вот эта верба и вот этот оттенок. Потом перейти полностью на два сложения вот этого оттенка и закончить уже шаль, допустим. Ой, сейчас дотянусь. Допустим, либо горчицей и зеленью. Еще есть зеленый. Ой, но уже не достала. Не знаю, не пойду. Еще вот такой вот есть теплый лед. То есть, смотрите, сколько возможностей. Вот такой вот рыжий нашла. Тоже давно купленный. 35-25 оттенок. Оранжевый называется. Ну, да, похож на оранжевый, может быть. Вот. То есть, либо закончить шаль в теплых тонах. Кстати, очень хорошо сюда пойдет. И можно и терракотом закончить, и вот этим. Ну, то есть, столько возможностей либо убрать вот этот песочный оттенок, а закончить шаль вот такими двумя оттенками. Еще зеленое яблоко у меня есть. В общем, я сейчас стою на распутье. И не знаю, как мне быть. Может быть, вы мне подскажете. И как вам больше нравится. Либо вот такую голубую оставить, либо закончить вот немножечко в другом цвете. Я говорю, вот в это сочетание подойдет все. И в зелень, и в красноту, кстати, пойдет здесь. Если закончить даже каким-то терракотом или алым, тоже будет очень хорошее сочетание. Так что, вот, мои хорошие, вот этот процесс меня настолько захватил, и я поняла, что мы сами можем делать градиент. Помните, когда я только получила ниточки, у меня уже тогда, я имею в виду вот этот 268 оттенок, уже тогда закралась мысль смесовать его с махером. Но оставила как есть, а мысль-то не покидала. Мысль, все бродила. И вот оно вылилось вот в это. Так что, мои хорошие, фантазируйте. кому понравилась идея, очень хорошо, кстати, если есть какие-то остатки пряжи, и они подходят по цвету, подходят по качеству друг к другу, то есть, они перекликаются, они похожи, можно в этой шале вот так вот очень красиво пристроить остаточки. это еще один такой момент приятный. Ой, ну я не могу. Я стою, девочки, и любую, сейчас сниму видео и продолжу. И когда, конечно же, закончу, я вам все-все покажу. Ладно, об этой шале говорить можно долго и бесконечно. Еще хочу вам показать еще свою одну работу, то, чем я занималась эти три дня. И, возможно, вам тоже это понравится. Связалась у меня вот такая шапочка для Лешика. И у него теперь получился вот такой комплект. Все вы видели этот прекрасный подарок ко дню рождения, который я так и назвала подарок. Это Лешин свитер-худи. И у меня оставались ниточки Puna Drops. И я связала вот такую красивую шапочку. Потренировалась я здесь с ленивым жаккардом. Ну, впечатления у меня двоякие. Может быть, у меня еще маловато опыта. Нет, ну, все аккуратно смотрится, все очень замечательно, и на голове сидит шапочка отлично. Вот так вот выглядит с изнанки, тоже достаточно аккуратно. Ну, вот здесь вот я еще заправлю ниточки буквально чуть-чуть. А в принципе все очень-очень даже аккуратно. Я имею в виду про вот этот ленивый жаккард. Значит, вязать этим методом ленивый жаккард мне понравилось. Это такая зарядка для мозгов. то есть там это с вытянутыми петлями техника. В общем, все хорошо. Единственный момент, вот, мне кажется, как-то немножко стягивается полотно. Или это я уже просто придираюсь сама к себе. Ну, в общем, вот такой вот зигзаг выбрала я. Очень хорошо гармонирует с этим свитером. Лёше нравится шапочка. Ну, я бы не сказала, что она тонкая, но она очень-очень теплая. И понравилось мне вот так, как я сделала макушечку, оформила. Посмотрите, какая прелесть. То есть здесь по принципу реглана вот выделяем, делим на четыре части полотно перед закрытием, расставляем маркеры и потом до маркера провязываем две петли вместе с наклоном влево, потом регланная линия нетронутая и за маркером провязываются две петли с наклоном вправо. Вот и всё. Опять доходим до следующего маркера и опять такая же техника. Две петли вместе с наклоном влево, регланная линия, как я её называю нетронутая вот одна лицевая, потом две петли вместе с наклоном вправо. И вот таким образом получается вот красивое закрытие. Да, следующий ряд вяжем без убавок, то есть чередуем и в следующем опять повторяем те же манипуляции. То есть через ряд здесь чередуются и потом я закрыла петли открытые просто иголочкой оторвала ниточку и в каждую петельку вошла и стянула. Вот такая аккуратная получилась макушечка. Полностью мужская шапка. Алёша короче доволен. Ну вот мои хорошие, поделилась я с вами своими процессами, но шалью я просто захвачена. Девочки, это просто что-то. то есть это настолько захватывающий процесс. Если вы покупаете ниточку готовую с градиентом и вам тоже интересно как же там дальше пойдет рядочек, как он там вывяжется, как это будет смотреться, то здесь вы полностью хозяйка. Вы сами делаете этот градиент и сами колдуете и создаете вот эту красоту. так что вот вам такая тема, такая идейка. Вяжите с удовольствием, вяжите в удовольствие. Я вас всех обнимаю, люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Ситникова.